друзья всем привет спасибо что в очередной раз заглянули на мой канал особенно как всегда приветствую гостей своего канала а также подписчиков в этом видео я буду распаковывать очередную посылку с сайта алиэкспресс она достаточно небольшая и в ней должны у нас быть аккумуляторы формата 3а поехали ну что ж добрались до меня аккумуляторы формата 3а сайта алиэкспресс обошлась посылочка в 242 рубля то есть менее 4 долларов а добиралась посылка 45 дней достаточно долго в общем то внутри находится 8 штук аккумулятора формата 3а заявлено производителем 600 миллиампер часов при 1,2 вольта добиралась посылка через грузию оценил ее продавец в 1 доллар до хотя заплатил почти 4 доллара ну и давайте с вами ее распакуем посмотрим да еще и наверное стоит протестировать потому что китайские наши продавцы очень любят приврать описывая свои товары хотя конечно русские покупатели их уже в общем то достаточно давно приучают не врать конкретно это делается посредством волшебные кнопочки спор на сайте но что если вы видите описание товара явно не соответствующей действительности данные то вы можете всегда открыть спор указать продавцу на несоответствие заявленных характеристик и характеристик товара подкрепить это какими-либо доказательствами но в случае с аккумуляторами например измерения приборов ты продавец вам как минимум компенсирует часть суммы от стоимости товара иногда вообще компенсируется все если там недостаток существенен здесь мы видим их 8 штук в блистерах по 4 штуки давайте с вами их распакуем достаточно они такие легкие значит никель металл гидридные 3а 600 миллиампер часов 1,2 вольта но для начала нам нужно вот я возьму два аккумулятора для теста я их постараюсь разрядить значит разряжать я буду при помощи электрической отвертки ваустик от сяоми они потому что как раз используются аккумуляторы 3а или батарейки 3а вот сейчас мы первых проверим не являются ли они уже разряженными я думаю сейчас все нормально будет работать да вот они не разряжены наверно долго мне придется разряжать ладно сейчас вернусь когда разряжу ну в общем оказалось достаточно энерго выгодно сделана отвертка от сяоми очень долго я уже разряжаю и в общем то никакие даже следов того что заряд близится к концу нету соответственно наверное я буду использовать другой еще способ гораздо менее наверняка сделан эффективным я возьму вот такой вот прибор это у нас триммер для носа и для ушей вот это у нас не сяоми здесь я думаю все не так энерго выгодно все сделано наверное поэтому разряд удастся сделать лучше единственная проблема что у нас здесь 2а аккумулятор но у меня есть вот такой переходник с 3а на 2а помещаем сюда соответственно наш аккумулятор и мы получили аккумулятор 2а из аккумулятора 3а вот у нее мотор гораздо менее эффективно я думаю работает и должно разрядиться намного быстрее все ждем ну в общем пока тут разряжаю уже успел этот агрегат успеть сломать ну как сломать засорился на меня пытался на него нагрузку сделать вот на самом деле оказывается очень просто он здесь разбирается вот эта верхняя часть вот здесь вот такой вот шпиндель как назовем пластиковый вообще вот эта часть здесь вынимается и чистится очень легко такая хитра амитация элемента режущего как в бритвах старого типа вот потом это так все надевается и задвигается и все вот она там вращается две режущие части для принципа ее работы ладно ждем ну вот заряд у нас подходит концу пусть еще повращает пустой шпиндель дабы вполне разрядился аккумулятор так ну вот один аккумулятор у нас разрядился так его мы еще будем немножечко разряжать при помощи варстика нашего так пошел на разрядку второй аккумулятор сначала пусть тоже так покрутится так сейчас когда у нас второй аккумулятор также разрядится мы оба аккумулятора еще немножко прозаряжаем варстики мне кажется он еще какое-то время покрутит их ну и затем мы будем с вами аккумуляторы заряжать так ну вот и второе мне аккумулятор похоже начинает садиться еще голый шпиндель покрутим интересно можно ли так добыть огонь вот так чтобы было трение 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 и раз и загорелось с помощью какого-нибудь такого приборчика или одного аккумулятора 3а ну вот вроде заканчивается но пока еще чуть-чуть оно работает я вам покажу как работает один интересный музыкальный инструмент вот тем кто тянется к музыке но не умеет музицировать ни на каком музыкальном инструменте наверняка иногда хочется такое что-нибудь сварганить и вот для того чтобы именно сварганить что-то очень хорошо подойдет вот такой музыкальный инструмент который называется варган так приобрести можно в интернет-магазине вот здесь будет ссылочка вот а я вам сейчас что-нибудь на нем попробую сыграть а и 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 вот такой вот замечательный музыкальный инструмент звукоизвлечение из которого производится путем зажимания зубами и И на самом деле, вот в этом самом процессе излечения звука задействована кость вашего черепа. Потому что просто инструмент, вот если так поделать, он не играет. То есть он приходит в резонанс какой-то, то есть какой-то интересный звук. Именно при добавлении к этому прибору только верхней и нижней челюсти вашего черепа. И весь этот звук проходит тем самым еще и в вашу голову. Это очень интересно. Тренировать дыхательную систему очень полезно. Об этом говорят врачи. Ну и некоторые еще товарищи приписывают к подобным инструментам какие-то мифические свойства. Им очень любят пользоваться шаманы. И считается, что шаманы при помощи варгана могут вызвать дождь или какие-то там осадки и прочее. Вот такой вот интересный инструмент. Ну что ж, а у нас с вами практически уже разрядилось. Уже голый шпиндель тут вот еле-еле докручивается. То есть заряд уже минимальный на этой батарейке. Так, еще раз хочу проверить вот эту батарейку предыдущую. Насколько она у нас сильно разряжена. Ну, как я предполагал, она немножко полежала, чуть-чуть восстановила. Запасы на здесь вроде. Так, сейчас мы ей покажем. Выдирайте землю. Вот так вот, ой, знать. Ну, в общем, тоже, да, эта батарейка у нас, этот аккумулятор на издыхании. Вот, теперь сейчас мы с вами посмотрим, что у нас покажет вовстик на двух аккумуляторах, которые уже, в общем-то, разряжены. Тоже ли он будет уже на издыхании крутиться. Или еще какое-то время поработает. О-о-о. Ну, в принципе, даже очень неплохо он еще работает. Несмотря на то, что два элемента у нас там, оба подрадряжены уже, прилично. Вот в чем отличие, да? Вот вроде бы, в принципе, два устройства очень похожи по своей сути. То есть, есть там элемент питания, есть мотор и есть вращающийся элемент. То есть, в принципе, да, ну, конечно, форм-фактор немножко отличается. То есть, есть толще, здесь тоньше. Но, наверное, там, где тоньше, там сложнее реализовать большую мощность, да? И, тем не менее, здесь, когда шпиндель останавливаешь руками, он все блокируется, и устройство уже далее не функционирует. То есть, все. На этом работа устройства окончена. Пока там его не разблокируешь принудительно, оно уже крутиться не будет. Здесь же, даже когда я полностью заблокировал, он не крутится, и стоит меня отпустить, он начинает опять вращаться, причем достаточно хорошим усилием. То есть, здесь мы все-таки имеем более профессиональное устройство на многое, на порядок, на голову, да? Чем вот какие-нибудь вот такие вот игрушки. Такие дела. Ну что ж, два аккумулятора у нас все-таки не до конца, получается, немножко еще разрядные. Давайте еще раз их попробуем все-таки подразрядить здесь, там этот процесс намного быстрее идет. Так, ну что ж, еще один цикл полного разряда этих аккумуляторов двух. Ставим их еще раз в вавстик наш. В принципе, там уже не крутится ничего. В вавстике они еще как-то работают, на удивление. Ну, там один элемент, здесь два элемента, как бы здесь чуть-чуть попроще вавстику-то. Хотя, в таком форм-факторе, конечно же, я не умаляю его преимущественно. О, и в вавстике она тоже, смотрите, уже перестает крутиться. Останавливается. Сейчас за последним уже разрядим, чтобы максимально элементы были пустыми. Сопротивляется до последнего, это просто удивительно. Все равно как-то пытается крутить. Все. Полный разряд. Что нам и требовалось. Так, вот эти два элемента. Теперь мы с вами будем сейчас их заряжать и при этом измерять, сколько туда нас миллиампер-часов вошло. Так, значит, для зарядки мы будем использовать очень крутое зарядное устройство марки Накосер, которое я на своем канале уже обозревал. Более того, я уже делал георемонт, там менял конденсатор. Зарядное это очень информативно. Еще и умудряется уже старые, потерявшие большую часть емкости аккумулятора, как-то реанимировать, как-то их все равно заряжать. В общем, позволяет продлить жизнь ваших старых аккумуляторов. Вот у меня сейчас стоят на зарядке здесь две банки формата 2А, и мы, соответственно, с вами добавляем еще две банки формата 3А. И измеряем, сколько в них миллиампер-часов у нас заходит. Ну вот, пошло дело. Давайте увеличу немножко, наверное. Так, здесь один миллиампер-час, здесь один миллиампер-час. Один двадцать девять вольт, один двадцать восемь вольта. В общем, вот так. Да, зарядное устройство у нас показывает тип элемента. В нашем случае здесь все они никель-металл-гидридные. В общем, наблюдаем за процессом заряда, смотрим, сколько миллиампер-часов на самом деле в данный аккумулятор помещается. Не переключайтесь. Так, ну что ж, зарядка у нас подошла к концу. Значит, заряжаются вот два этих элемента у нас. Также я поставил еще два новых элемента. В новые элементы залилось 24 и 43 миллиампер-часов, всего лишь навсего. В первый и второй элемент у нас залилось 180 миллиампер-часов и 173 миллиампер-часов, всего лишь навсего. То есть при заявленных 600 мы имеем порядка 200 реальных миллиампер-часов, которые туда залились. Это я повторяю с предварительной полной, почти полной разрядкой аккумуляторов. Вот, поэтому, ну, точность, я думаю, там где-то действительно порядка там плюс-минус 50 миллиампер-часов. Соответственно, этот случай у нас претендует на спор с продавцом и на возврат в часть средств. Я думаю, где-нибудь половину хотя бы от стоимости надо в данном случае возвращать. Ну ладно, на этом я, наверное, все-таки уже раскланиваюсь. Вас хочу поблагодарить за просмотр. Рекомендовать не рекомендовать данного продавца и данный лот. Ну, если написать здесь, например, 300 миллиампер-часов, то, в принципе, можно было бы рекомендовать. Ну, с 600 это все-таки введение в заблуждение. По такой стоимости, наверное, я рекомендовать данный лот не буду. Информацию о результатах своего спора я, конечно же, чуть позже смогу расписать в описании к видео, там, в комментарии, ответить на вопросы. Вот, ссылочку по этому я все-таки приведу, наверное, в описании к видео. Мало ли кто захочет купить и также через спор часть средств вернуть, если у меня все будет нормально с возвратом. В остальном же я вас благодарю за просмотр моего видео. В конце у меня, как всегда, формальности. Спонсорами данного выпуска являются сервисы Алиэкспресс Тимол и Джербест. Список лучших товаров по моей версии с этих площадок вы найдете также в описании к видео. Приобретая любой из этих товаров, вы автоматически поддерживаете мой канал. Друзья, на этом все. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok